приготовим вкуснейший ореховый крем для торта для этого нам понадобится 450 граммов молока доведем молоко до кипения пока закипает молоко соединим 2 яйца 95 граммов сахара и 45 граммов кукурузного крахмала желательно использовать кукурузный крахмал не заменяя его на картофельную или на муку потому что с кукурузным крахмалом крем получается гораздо более ароматный, нежный и никакого постороннего привкуса в нем нет тщательно перемешаю, чтобы масса стала однородной заливаю закипевшим молоком подготовленную массу тонкой струйкой, постоянно перемешивая выливаем не все молоко, где-то половину или две третьих возвращаем смесь в корж а коржик отправляем на огонь и постоянно перемешивая доведем до загустения после закипания, после появления первых пузырей будем держать на огне еще где-то 40 секунд готовый крем перекладываю сразу же в другую емкость для того чтобы избавиться от возможных комочков протираю его через сито добавлю 10 граммов сливочного масла я специально взяла такую широкую емкость для того чтобы крем быстрее остыл вмешиваю сливочное масло, а затем накрываю крем пленкой в контакт для того чтобы он не заветривался иначе образовавшаяся пленочка потом будет комочками в готовом креме я сначала отправляю в холодное место на балкон или в холодильник где-то на минут 15 чтобы крем практически полностью остыл но чтобы он не был слишком холодным потом достаю его и он уже до конца остывает и доходит до комнатной температуры заварная основа достигла комнатной температуры беру 180 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры масло берем не менее чем 72,5 процента жирности лучше брать 82,5 вбиваем масло с помощью миксера до светлого пышного состояния в высокой узкой емкости на это уходится буквально 1-2 минуты и добавляем понемногу остывшую заварную основу крем хорошо взбит и теперь добавляем во взбитый крем ореховое пролине рецепт приготовления которого уже есть у меня на канале ссылочка будет в описании под этим видео можно готовить пролине из любых орехов у меня фундук перемешиваем до однородного крема наш замечательный крем готов я обычно добавляю 100-120 граммов пролине только не забудьте что оно также должно быть комнатной температуры иначе если вы добавите пролине из холодильника крем может расслоиться чтобы крем стал более стабильным подержала его минут 20 в холодильнике и сейчас помещаю в кондитерский мешок вот такой прекраснейший крем получился у него приятный орехово-карамельный вкус и бархатистая текстура на крем и на крем и на крем подкрытая текстура